Каждый, кто бывал в ледовом дворце, видел машину, которая в перерывах хоккейных баталий восстанавливает лед и делает его безупречно гладким. А вот кто же они, герои из-под трибунки, мы сейчас вам расскажем. В Бобруськой летающей тарелке за идеально гладкую поверхность отвечают четыре специалиста. Один из них – ледовар с семилетним стажем Александр Латай. Мужчина, кажется, знает все о своем железном коне – канадского производства. Поэтому с ювелирной точностью реформируют лед в идеальную поверхность. Глубина подрезки, количество воды и резкие повороты. Александр признается – работа не из легких, но очень интересная. Учился мужчина управлять машиной полгода в перерывах между тренировками. А вот чистка льда на матчах – это уже настоящий экзамен для ледоваров. Самое главное – в линию попасть, чтобы одинаково заливалась ширина, потому что чуть меньше лишнее будет, а больше – белые полосы. То есть трудно. Тут все зависит от скорости и толщины заливки льда. Медленно проедешь, будет много воды, а, допустим, на хоккее это не нужно, воды много. Площадка в ледовом дворце равна 1800 квадратных метров. Для того, чтобы ее подготовить, требуется целая тонна воды. Также важна и толщина льда, которая должна быть не менее трех сантиметров. Не меньше нагрузка и на холодильное оборудование. Оно также скрыто в недрах Бобруйской арены. Так как сегодня 16 января – день ледовара, оно отмечается в честь Фрэнка Замбони, который и производитель этих машин. Эта машина производит три вида. То есть моет лед, срезает и заливает его уже под всякие мероприятия. Закончив подготовку покрытия и заглушив машину, ледовары добавляют. Читать в СМИ, как после очередной игры спортсмены хорошо отзываются о качестве льда для них – самый приятный момент в работе.